еще полгода назад на этом судне работали только украинские моряки сейчас большую часть экипажа составляют филиппинцы о том как нам работается и если вообще разница в этом небольшом видео меня зовут полухин вадим я капитан и вы на канале о жизни и работе моряков до визуально мы очень разное но прежде чем начать сравнение хочу заметить что судно продолжает работать в обычном режиме и так обо всем по порядку зарплаты у матросов первого и второго класса отличия от наших практически нет а вот филиппинский боссман и особенно сварщики получают гораздо меньше чем наши у офицеров на наоборот филиппинские механики получают на 500 долларов больше чем получали наши квалификация может быть мне в этот раз попросту повезло но все ребята имеют нормальную квалификацию знают свою работу и что немаловажно имеют опыт возможно сказываются конкуренция которая на филиппинах очень высокая особенно среди рядового состава и если хочешь иметь работу то будь добр хорошо себя зарекомендую а для этого нужны не только старания но и знания и опыт и здесь отличие конечно есть на суде полностью исчезла фраза а я думал после которой обязательно следуют какие-то неприятности это не значит что они не умеют думать просто не четко выполняют команды причем организовывать и командовать тоже умеют и не хуже наши это чем я уже давно не сталкивался это какая-то радость и гордость за выполненную работу но в разумеется когда все получилось мы в этом плане какие-то суровые вроде как делаем одолжение выполняя собственные обязанности язык но начну с того что морякам в любом случае приходится бывать в разных странах и общаться с абсолютно разными людьми английский язык который мы используем для общения для всех нас не родной и степень знания его тоже у всех разная поэтому приходится приспосабливаться иногда повторять два раза ну а в некоторых случаях попросту показать рукой тем не менее если люди хотят друг друга понять они обязательно найдут способ ну а если нет здесь уж никакой язык не поможет и это касается не только работы мы общаемся на какие-то бытовые темы делимся какими-то новостями планами переживаниями я бы не сказал что мы вот прям такие разные единственное значительное отличие это в питании у них своя кухня им нужно значительно больше риса для настоящего моряка не имеет значения какой у человека разрез глаз цвет кожи паспорт место рождения на каком языке он говорит и какого вероисповедания в отличие от многих других людей у нас есть объединяющие факторы это наша работа за которую мы получаем зарплату и наше судно именно от нашего взаимодействия зависит и атмосфера которой мы находимся и безопасность никто не лучше никто не хуже да и быть одинаковыми незачем и попросту невозможно также мы не должны быть одной семьей по окончанию контракта каждый поедет к себе домой и с большинством людей возможно мы даже не пересечемся в дальнейшем но сейчас мы действительно единое целое мы один экипаж это вообще не очень важно